Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с автомобилем Hork фирмы ACM. Нанёс фильтр. Фильтр использовал фирмы Model Lab. Жёлто-коричневый. Сразу хочу заметить, фильтр очень понравился. Хорошо лёг на модель. Придал ей более натуральный цвет. Очень приятный запах. Отдаёт ванилью. Приятно работать. Не воняет. Хорошо ложится на модель. И примерно сутки я дал просохнуть. Теперь нанесу на участках, где буду наносить декали, глянцевый лак. Дам ему немножко подсохнуть. Приварю декали. И потом полностью залью глянцевым лаком, задую модель. И подготовлю её под смывку. Вот это вы увидите в этой серии. Ну что, начнём. Развёл лак. Лак разводил в пропорции 1,5. И на давлении 1 атмосфер задую сейчас места, куда буду наносить декали. Если декали небольшие, то и задувать надо небольшие участки. Расход лака поменьше. Расход лака поменьше. Расход лака поменьше. Для чего наносится глянцевый лак на модель перед декалями? Для того, чтобы избежать серебрения подложки. Перевозим на глянцевый лак деки, привариваем их маркфитом, даем немножко просохнуть и после этого задуваем опять глянцевым лаком. И в 90-95% мы уберем глянцевость декали таким способом. Но есть, конечно, декали с толстыми подложками, с которыми надо повоевать, хорошо поприваривать. Но сейчас на новых моделях, на данный момент, практически уже мало где попадается плохих декалей. Сейчас дам лаку подсохнуть и начну приваривать деки. Перевел по быстрому декали. Хорошо, что их мало. На видео решил не показывать, чтобы не растягивать сильно видео. Сложного ничего нету в переводе. Поэтому вот как получилось. Ну а сейчас декали подсохли. И задуем их глянцевым лаком сверху, чтобы потом делать было удобно и хорошо смывку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!